Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Сотрудниками ГАИ Гомельского района был задержан житель областного центра, который накануне угнал автомобиль. Старенькая шестёрка стояла около подъезда многоэтажки в Советском районе. 29-летний нигде не работающий парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, средь бела дня проник внутрь салона, завёл двигатель и уехал на чужом автозагород. Хозяин обнаружил пропажу только через полчаса, сообщив об этом в дежурную часть милиции. Через некоторое время автомобиль был обнаружен в деревне Пионер Гомельского района. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело. На территории Гомельской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и один пострадал. Около 15.00 в Мозере 72-летний водитель автомобиля Дача Дастер, уходя от одного столкновения, совершил другое. Водитель автомобиля с целью избежания столкновения с автомобилем, который выехал со второстепенной дороги, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем МАЗ. В результате происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Его тело пришлось извлекать спасателем. А в областном центре на нерегулируемом пешеходном переходе был совершён наезд на 35-летнего парня. Водитель с места происшествия скрылся, но в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вскоре был задержан. Пешеход госпитализирован. С территории одного из предприятий железнодорожного района Гомеля накануне утром в областную больницу был доставлен мужчина 1965 года рождения. Снимая шифер с кровли склада, плотник провалился и упал с 5-метровой высоты. Медики предприняли всё возможное, но через несколько часов от полученных травм мужчина скончался. Следственным комитетом проводится проверка, назначен ряд экспертиз. Предположительно, поджог мог послужить причины уничтожения 12 тонн соломы в Хойникском районе, сообщили в МЧС. Пожар произошёл вчера вечером в двух километрах от деревни Высокое. По прибытию спасателей к месту вызова происходило на вспаханном поле открытое горение скирды соломы РАПСа косы этого года. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Вместе с тем огнём уничтожено 12 тонн соломы. Причина пожара будет установлена. Однако одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – занос постороннего источника зажигания извне. Такой взор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилёв. Благодарю за внимание. До свидания.